Всем здарова дорогие друзья, с вами Драген и мы наконец-таки снова в Crackers of Europe 3. И ребят, я надеюсь, что вы соскучились по этой игре, потому что как только я приобрел сканию, и как бы видосов-то больше собственно говоря и нету. Да, те кто подписан на телеграм-канал, они как бы видели уже финальный вид скании, потому что я говорил, что в телеграме я выложу финальный вид нашей скании. И собственно говоря, вот такой вот вид он приобрел. Ну да, единственное, тогда еще номеров не было, сейчас они, к сожалению, ну как к сожалению, они появились. Вот, и также я в принципе все так же в ожидании, когда добавят уже, ну обновят карту и можно покататься по лесам, по карьеру и собственно говоря, повозить туда грузы. И да, ребят, всем приятно, кто кушает и приятного просмотра. Но мы сегодня, я даже не знаю, что мы сегодня повезем, потому что что-то я даже в натуре не знаю, ни хрена я не знаю на самом деле. У нас, кстати, что по деньгам? Вот меня интересуют деньги. Деньги это самое важное. У нас, главное минимум, вот я дурак. Так, вот самый. У нас, да блин, я опять деньги не посмотрел, господи. Блин, капец. Заводим. Снова по новой. Так, а у нас, сколько у нас, сколько? 8 тысяч. Я в принципе-то особо не работал. Вот, и как бы, как-то так. Вот, так, у нас есть сочлененный грузовик, у нас есть машины, у нас есть цианид, можно его, кстати, повезти. У нас есть одежда. Я, кстати, одежду ни разу не возил, но, блин, сейчас тут за 8 часов как-то очень мало дают. Также у нас дорожный каток можно вывезти. Мы, кстати, его, по-моему, вывозили, да? Штукатурные сумки. Можно, кстати, вот их ввезти, я их не... О, нифига. Запчасти для горнодобывающих грузовиков. Вот это я, кстати, не возил, можно, кстати, попробовать. 4, ну, 5 тысяч, получается, дают за 6, ну, 6,5 часов. Фронтальный погрузчик. Ага. Ну, блин, тут мало и ехать больше... Сколько тут ехать-то? Тут 360 километров, тут 252, ну да, разница хорошая. Можно просто овощи увезти, тут, в принципе, 333 километра. Можно машину увезти, ну, что-то такое, сиоцианит, две... Как она называется-то? Две цистерны. Не цистерны, не знаю. О, нифига себе, ветровое лезвие. Блин, у меня 30-го уровня, к сожалению, нет, у меня меньше, но я бы... Блин, я бы свозил. Нифига. Ну, вот можно, кстати, цемент увезти. Почему бы и нет? Но, знаете, я хочу сейчас накопить, короче, на Вольво. И как раз вот цемент вот это возить на Вольво, мне кажется, самое то. Блин, это прям такая атмосфера хорошая, офигенная. Вот. Я предлагаю, что везти? Я предлагаю везти запчасти для горно-добывающих грузовиков. Это, получается, у нас не габарит, 63 тонны. И мы, получается, в Линз едем. Вот. Блин, прикольно было бы, мы бы так на горы сгоняли бы, если была бы карта обновленная. Но, увы, ребят, к сожалению, нет. Так, а нам куда? Что-то прологнуло немножко, ну ладно. Нам, кстати, не сюда. Окей. Так, что у нас по времени? У нас 4 утра. То есть мы должны приехать днем. В Линз, мы в Линз, да, вроде едем-то. Я что-то опять не забыл. Забыл, вернее. Так, заворачиваем. Да, кстати, ребят, обновление прошло. Ну, микропатчи проходили, и прикольно сейчас, получается, все знаки, получается, светоотражающиеся. То есть как в реальности. То есть это очень бомбезно. Вот. Такс. Мы заворачиваем. Включаем поворотничек. Блин, скания все-таки прекрасная. Намного лучше мэна. Скажу вам так. И, блин, мне нужно теперь копить на Вольвач. Потому что Вольво это топ. То есть тоже. Так, мы тут останавливаемся. Вон там, кстати, наш груз. Ну и посмотрите просто. Вот я с каждым разом, когда захожу в игру, я поражаю все-таки, насколько разработчики просто красавчики. И насколько они сделали просто шикарнейшую графику. Блин, и до сих пор они дальше все делают и делают. Так, вот наш, кстати, прицеп. И это... Не, ну в принципе, но. Я, кстати, ребят, немножко иногда шторку так буду закидывать. Ну не шторку так. Выдвигать фигнюшку, которую вы только что видели. Для того, чтобы случайно запись не оборвалась. Как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз было обидно. На самом-то деле. Когда запись похерилась. Так, мы немножко уже косо едем. Это очень хреново. На самом-то деле. Блин, ребят, поставьте, пожалуйста, максимальный актив. Сделайте максимальный актив. Ставьте просто лайки. Чтобы Trackers of Euro был просто... Просто, ну, намного чаще. Две недели все-таки не было. Я надеюсь, что... Блин, не туда еду опять. Я, блин, заговариваюсь. Иногда трудно выполнять сразу две задачи. Черт, сейчас буду полчаса еще цепляться. Иногда сложно выполнять две задачи. То бишь, рассказывать что-то и, получается, еще сделать все красивенько. Это действительно сложно. Я опять не туда поехал. Блин. Это ужас какой-то. Так, попытка хрен знает какая. Вот так. Во. Сейчас должны заехать. Смотрите. Идеально. Хоп. Блин, не заехал. Стоять. Хоп. Во. Все нормально. Так, время 5 утра. Мы... Что-то нифига. Нормально так-то тянем. Нормально. Нормально. Так, что-то пролагивает, ребят. Я, кстати, немножко графику понизил. Чуть-чуть прям. Ну, разрешение чуть-чуть уменьшил. И шкалу рендеринга уменьшил. И, по-моему, еще постобработку выключил. Правда, я хз. Я не помню. Ну, что-то, знаете, больше фпс все-таки было. Потому что... Блин, я не понимаю. Запись, она очень много съедает. О, видите, как светится знак. Вообще прикольно. Вот. Запись, короче, ждет. Нормально так фпс. И, блин. Я хочу еще успеть на... Я успею? Я успел. Круто. Блин, прекрасная сканя. На самом деле, на сканей добираться... Вот, когда она фуловая, на сканей это просто сказка добираться. И... Блин. Не знаю. Мне кажется, вальвач еще скоро меня просто удивит. Наверное. Хотя, блин, после сканей... Ну, у сканей единственная проблема это то, что когда ты летишь на большую скорость, тебе нужно притормозить. Ей немного, скажем так, не хватает таки тормозов. Ну, блин. Хотя сканя, она быстрее, да. Но все же у вальвача, если так судить, то у него лучше тормоза. Да и для негабарита он тоже лучше подходит. А тут, в принципе... Ну, блин, тут тоже так-то норм. Вот. Блин, какая же красота. Я офигеваю. Плюс, ребят, кстати, мы... Вроде мы, кстати, еще поедем сегодня по новой, по обновленному участку. Да, мы вроде Мунич Линс едем, да? Мунич Линс, да. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, обновили тоже участок. Ну, и дороги. Поэтому там... Я хочу потуда проехаться, потому что там реально прикольно. Вот. И, собственно говоря, нам нужно, наверное, еще заправиться, да? Хотя... Ну, да, наверное, заправимся на всякий случай. Тут потому что... Вот видите... Блин, в принципе... Ладно, норм, норм, норм. В принципе... В принципе... Тут вот эти маленькие заправочки, они... Тихо. Самые дешевые. По сути. То есть, один литр стоит 1,85 евро. И, в принципе, это довольно-таки нормально. Блин. Не, ну, прикольно. Единственное... Кстати, что еще в скане радует, это то, что запас хода, блин... Он после мэна просто шедевр. Типа, его хватает там на несколько рейсов. Длинных, между прочим. Что не может не радовать. Блин, капец. Горнодобывающие... Добывающие инструменты эти везем. Что мы там... Блин, надо сейчас на трассу выехать будет. Посмотреть, что у нас там вообще есть. Так, вот, кстати, у нас добавили какой-то... Ну, что-то там добавили. Короче, видите, он... Шар есть, он там, здание есть. Блин, это прикольно в натуре. Собственно говоря, ребят, у нас... У меня немножко тут небольшие проблемки были. Это... Запись прерывалась. Вот. Что я говорил? Я, блин, я даже забыл. Я, блин, пока записи по новой делал, я опять забыл, что я хотел сказать. Хотел я сказать то, что Scania топ. И, собственно говоря, ребят, всем советую. Мне, на самом деле, очень еще интересно прокатиться все-таки на Volvo. Че. А нам еще нужно поспать. Нифига. Блин, я надеюсь, мы, в принципе, доедем. Потому что... Ну, блин, хрен знает. Ну, по сути, я должен быстро доехать, потому что Scania... Она на трассе сейчас разгонится. Прям нормально так. Вот. Еще я хочу, кстати, посмотреть на трассе, что мы там все-таки везем. Я вижу там ковш. Ну, не ковш, а этот, получается, как он. От самосвала... Блин, как она называется, ребят? Я не знаю. Я не знаю, как у самосвала эта фигня называется. Куда грузят песок, вот этот, и все такое. Блин, напишите в комментариях, и я буду благодарен. Блин, я не помню, как она называется правильно. Серьезно. Вот. В принципе... Блин. Ну, посмотрите просто, как он в гору чисто тащит. Офигенно. То есть, хоть и казалось бы, мы везем 60 с лишним тонн. И, блин, Scania просто рвет и мечт. Рвет и мечт. Шикарно, шикарно. Так, давайте посмотрим. Я надеюсь, мы никуда не врежемся. Так, можно даже сделать вот так. Ну, в принципе, я так понимаю, мы везем это что-то для БелАЗа или что-то типа того. Ну да, это, скорее всего, 4 кол... Походу, запчасти для БелАЗа мы везем. Скорее всего. Потому что, ну, типа, 4 колеса огромных. Это точно БелАЗ. И получается вот это, как от самосвал-то, вот эта фигня. Блин, я не помню, как она называется. Черт возьми. Нифига дорожка. Кстати, можно по парку прогуляться. В принципе, было бы неплохо. Единственное, вот, блин, вот эти отборы... Вот там есть въезд. Почему тут стоят отбойник? Почему он стоит? Шикарная речка, кстати, была... Непонятно. Я предлагаю, ребят, все как, ну, вашим любимым жанр сделать все с ускорялочкой. Вот так вот. И, в принципе, когда я уже буду подъезжать, мы как раз-таки продолжим. Помимо обычных животных в мире есть и много других. Они интереснее, они веселее, так что споем о них. Мышка, сосиска, крыска, ириска, кот, бутерброд. Ёбаный рот! Эти животные классные, эти животные мемные. Эти животные веселые, прекрасные. Мышка, сосиска, крыска, ириска, кот, бутерброд. Ёбаный рот! Так, ребят, у нас тут небольшие проблемы. У меня... Ну, вы сейчас видели, что я в аварию попал. А у меня небольшие проблемы. Я не могу... У меня, короче, игра, походу, забаговалась. Я не могу включить этот... Получается, компьютер. То есть, у меня машина там как-то заглохла. И получается, сейчас ее... Ну, она как бы едет, но отображения вот этого нет. Что за дела? Непонятно. Блин. Единственная сейчас проблема, это то, как сейчас я поеду. Потому что... Я не знаю, куда ехать. А между прочим, нам, в принципе... А сколько нам ехать? Так, нам ехать... Мы проехали 130 километров, нам получается еще половину ехать. До линза. И получается, блин... Я не знаю, что делать. У меня первый раз такое. Напишите, ребят, в комментариях, у кого так же было. То есть, я не могу сейчас ни заглушить его, ни... Что я с ним не могу, в принципе-то, сделать. Триндец. Не, ну, у меня в натуре, у меня первый раз такое. Я, конечно, тут сам виноват, что я устроил ДТП. Потому что я летел со скоростью 120. В поворот хотел вписаться, когда у меня, блин, за... Плечами 63 тонны. Или сколько там? 67-63, где-то так. Блин, это, конечно, капец. Да, немножко ума-то надо поднабраться, конечно. Вот. Да, кстати, вы, надеюсь, обратили внимание, что у нас тут новый ландшафт. И, получается, вот город там виден, да? Мы, к сожалению, по нему не можем там проехать. Вот. Также у нас, получается, вот тут домики новые. И, получается, с той стороны у нас вон деревья там. И пейзаж. Ну, короче, пейзаж там и так далее. Блин, как же все-таки Ванда... Ну, разработчики Ванда, они все-таки просто кайфово все делают. Но, блин, меня до сих пор смущает начать остановка. Как я должен ехать дальше? Серьезно. Блин. Мне интересно, у одного вот так произошло или нет? Потому что... Блин. Не знаю. Еще я не знаю, что у меня сейчас... Так, стоп, что? А, ладно. Еще я не знаю... Ну, сейчас будет очень трудно ехать на поворотах, потому что... Ну, не на поворотах, на развилках, потому что я же не знаю, куда поворачивать. Поэтому... Так, ребята, короче, что я хотел сказать. А на развилках, как в реальности, сейчас придется останавливаться, ну, останавливаться, обращать внимание, что куда, как ехать. Потому что... Ну, вы сами, в принципе, видите, навигатор у меня не работает. Ну, в принципе, нет. Я могу сделать вот так. И, в принципе, так ехать. Что, собственно говоря, думаю, будет логично. Вот так взять и вот так ехать. Я, кстати, ни разу не делал так. Единственная проблема, это то, что... На, получается, на руле это не так уж удобно. То есть, удобно от первого лица ездить. Так, мы сейчас, кстати, будем подниматься в гору. И... Скания, кстати, она показывает в гору. Тя тащит, она вообще топово. Блин, я хочу очень сильно сравнить с Вольвешником, потому что, не знаю... Я усыпляюсь. Стой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо. Спать нам не надо. Мы почти доехали. До господи, Скания, не заносись, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ребят, что это такое? Я не понимаю. Почему на тормоз жмешь, и ее тащит просто-напросто влево? У меня никогда такого не было. Что за... О, боже. Называется, решил прокатиться скатать рейс на Скании. Ну, на видосик. В итоге вообще дичь какая-то на серии происходит. То сначала Скания сломалась, то потом дым черный какой-то пошел. Непонятный. То ее вообще... Когда нажимаешь на тормоз, ее вообще косит налево. Я не знаю, возможно, не так сильно разбираюсь как бы в фурах. Ну, в принципе, это на самом деле и так. То есть там я процентов... Процентов на 40 я разбираюсь, конечно. На 50. Но многого, я так понимаю, я не знаю. Блин. Хрен знает. Мы, кстати, едем... Что-то мы медленно, кстати, стали ехать. Я заметил. Но это в город, скорее всего, потому что мы едем. Сейчас, получается, мы заезжаем в туннель и, по сути-то, нам осталось, ну, километров 20... Ну, 30-40 километров где-то ехать. В принципе, это не так уж и много. То есть, по сути, после туннеля мы должны уже сворачивать на... по развилке краски и спускаться уже в сам Линз. Вот. То есть, осталось по сути считанные там километры. Потому что мы сейчас их проедем вообще быстро. Мы, кстати, доехали... Мы что, начали в 6 часов? Ну, в 5. Сейчас уже 9 часов. То есть, ориентировочно мы сейчас приедем где-то в часов... Так, в 10. Вот. И, по сути, тогда будет... Ну, да, в 10 часов мы приедем. А у нас, получается, мы можем ехать 6 часов. Нам позволяет. Так как у нас все-таки не габарит. И кто знает, что может случиться в дороге. К примеру, сломаться скание. Ну, да. И, получается, получается как-то так. Так, я предлагаю вот тут затормозить. Возможно, я слишком резко торможу. Я не знаю. Может, вот так надо делать. Не знаю. Так, нам что, кстати? Нам ехать, в принципе, прямо еще? Блин. Что со сканием все-таки случилось? Мне интересно. Ребят, вот серьезно напиши. Вот, кстати, тоже новый участок. Вон. Ремонтируют дорогу. Там яма. Я, кстати, туда ни разу не залетал. Вот, интересно будет залететь туда все-таки. Если возможно, конечно. Вот. Что я хотел сказать там? А. Напишите, ребят, серьезно в комментариях. У кого было точно так же, что машина просто сначала глохла. Ну, фура. А потом, как бы, приборка просто не загоралась. Не знаю. По-моему, надо в автосервис гонять будет в следующей серии. Потому что что-то нездоровое со сканией. Хотя, блин, вроде не так давно ее покупал и не так давно ремонтировал. Ну, тогда я, когда я уже отснял ролик, я уже катался еще. Я еще и ремонтировал ее. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Это самая неудачная серия. К Боже, мне стыдно за свое вождение. Блин, я от Scania, походу, отвык Потому что я неделю не катался в рейсах Я отдыхал Ну что это такое? Серьезно, пацаны So Scania Сегодня работать точно не хочет Вот, ребят, те, кто владеют Scania Просто запишите Четверг, это Нелюбимый день Scania Она ломается, она ехать не хочет Я не знаю, что такое, что случилось Вот, Линк, кстати, она сюда Что происходит, я просто не знаю Это серия самая, что ни на есть Странная За всю, наверное, историю Моей игры в Traders of Europe Хоть на видосе, хоть и не на видосе Стой, 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 стой Блин Я, наверное, все-таки понимаю, почему Вольвешник для негабарита Больше всего подходит Потому что его, скорее всего, вот так вот Он не ложится Лично мне так кажется Хрен знает Блин, тут в натуре Нездоровая херня какая-то В натуре Scania сначала сломалась Ну, имею в виду по приборке Там, да че Заглохла там А потом Вообще Хреново как-то ей Сегодня Она не хочет ехать Мы, кстати, все время на аварийке ей Проезжаем по лесочку небольшому Блин, я не понимаю все-таки Что такое произошло, что В Scania плохо Почему ее на то притормозе Заносит влево Не знаю Непонятно Единственное, кстати, спасает Вот у нас Как они дополнительные получаются Поворачивающиеся колеса У нас же получается 4 на 8 И получается Мы как раз таки Четырьмя колесами Поворачиваем Это очень-таки Облегчает повороты Однако Все-таки 63 тонны Отдают о себе знать Я, блин, я не думал На туре Все-таки Возможно Ну, чисто в теории Потому что многие говорили Тут, блин, я опять засыпаю Братан, просто подожди Мы сейчас почти приедем Стой, стой, стой Вот у нас Надо притормозить Я не хочу в знак влететь Тихо Небольшой бордюрчик Нам нужно сейчас затормозить У меня еще вопрос Стоим бы Так, нам прямо Что я хотел У меня Фу Какой у меня вопрос-то? Алло Непонятно Я, блин, забыл Я забыл А, не вопрос У меня, скорее всего Есть догадки Почему Вольво лучше Она, скорее всего Просто устойчивее На поворотах Когда везешь тяжелый груз В отличие от Scania То есть у Scania Получается Она может Ну, такие средние грузы Нормально так возить То есть она серьезная Я возил Там 20-30 тонн Типа с этим Она справлялась На ура А тут Блин, ну Хрен знает Я хочу просто Избавиться поскорее От груза И я надеюсь Что мы Scania Все-таки починим Потому что Ну, блин Без приборки Кататься Что-то такое себе Меня еще Самое интересное Удивило То, что она заглохла То есть я Я сначала Не понял Что это Было И сначала Я вообще подумал То, что это Типа возможно Новая Фишка Получается Ну, из обновления Вот Мы, кстати У нас Наказание За наши Вот эти аварии 359 Ну, в принципе Норма Зато мы получили 4549 В целом Неплохо И потратили На это 5 часов То есть еще Час Час 10 Мы могли бы Пространить Получили бы Дополнительный штраф А тем временем Нихрена Такие ребята Не изменилось Я предлагаю Просто выйти Нафиг Из этой Scania Посмотреть Вот ей Вот так В лицо И сказать Ты Не для габарит По крайней мере Не для моих рук Чтобы возить Не габарит Но я в принципе Сам виноват В том что я Развернулся Ну а блин Что с тобой Случилось Ребят Напишите Просто в комментариях Почему она Заглохла Почему У нее Не показывается Не включается Приборочка Ну и в следующем Видосике Я надеюсь Что мы ее починим Ну а на этом все Всем удачи Да кстати Не забывайте Ставить лайки Подписывайся на канал Те кто до сих пор Это не сделали Ну а вот теперь На этом все Всем удачи И всем Пока